Добрый вечер! Сегодня вторник, 1 октября, и вы смотрите новости на телеканале Ост-Вест, в студии Антон Трегуб. Олаф Шольц хочет созвониться с Владимиром Путиным. Впервые за почти два года. Об этом сообщают источники немецкого издания «Дитсайт» в правительстве Германии. Возможность этого телефонного разговора рассматривается в преддверии встречи «Большой двадцатки» в Бразилии в ноябре. Однако официальный запрос еще не поступил. Если телефонный разговор состоится, то Шольц станет первым лидером одной из главных стран-союзниц Украины, который возобновил контакт с Путиным. Последний раз они говорили по телефону в декабре 2022 года. А их последняя личная встреча состоялась за неделю до того, как российские войска вторглись на территорию Украины в феврале 2022. В Лейпциге прокуратура Германии арестовала гражданку Китая ЯЦС, которую подозревают в работе на китайские спецслужбы. По данным следствия, ЯЦС работала в логистической компании в аэропорту Лейпцига. Она добывала сведения, которые передавала Цзян УГЭ, бывшему помощнику депутата Европарламента от правопубликской партии АДГ Максимилиана Кра. Сегодня ночью подразделения израильской армии вошли на территорию Ливана. Заявленная цель военной операции, получившей название «Северные стрелы» – уничтожение инфраструктуры террористического движения Хизбала. Чтобы не участвовать в боевых действиях, ливанская армия перед началом военной операции Цахал организованно отступила на 5 километров к северу от границы с Израилем. В данный момент в Ливане действуют израильские спецназ и инженерные войска при поддержке танков. По информации газеты Times of Israel, Цахал собирается отбросить подразделения Хизбалы за реку Литани на юге Ливана, что создаст условия для возможного дипломатического соглашения. Эти локальные рейды на земле будут направлены на опорные пункты Хизбалы, которые угрожают израильским городам, кибуцам и поселениям вдоль нашей границы. Хизбала превратила ливанские деревни, расположенные рядом с израильскими, в военные базы, готовые к нападению на Израиль. Если государство Ливаны, весь мир не в состоянии оттеснить Хизбалу от нашей границы, у нас не остается другого выбора, кроме как сделать это самим. Я хочу четко заявить, что наша война ведется с Хизбалой, а не с народом Ливана. Мы не хотим причинять вред гражданскому населению Ливана и принимаем меры для предотвращения этого. Глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон поддерживает право Израиля на сооборону, но призывает к дипломатии. Остин также добавил, что Иран ждут серьезные последствия, если он нападет на Израиль. К Ирану обратился и премьер-министр Израиля Бенемин Натаньяху. По словам политика, иранцы станут свободнее скорее, чем кажется. Каждый день вы видите, что режим, который подавляет вас, делает пламенные заявления о защите Ливана, защите Газа. Но каждый день он ведет наш регион дальше во тьму и войну. Представьте, что все те огромные деньги, которые режим потратил на ядерное оружие и войны за рубежом, были бы инвестированы в образование ваших детей, улучшение вашего здравоохранения, строительство инфраструктуры вашей нации. Вода, канализация и все те другие вещи, которые вам нужны. Представьте себе это. Когда Иран наконец станет свободным, и этот момент наступит скорее, чем думают люди, все будет по-другому. Наши два древних народа, еврейский народ и персидский народ, будут жить в мире. Бывший глава британской внешней разведки МИ-6 Джон Сойерс в колонке в газете Financial Times пишет, что Израиль почувствовал слабость Ирана, от которого зависит Кизбалла, и начал действовать. Сойерс считает, что раньше ракетный арсенал ливанских террористов сдерживал Израиль от ударов по ядерным объектам Ирана. Однако теперь, если Израиль начнет уничтожать ракетный арсенал Хизбаллы, то она может оказаться в ситуации, используя или потеряешь. Бывший глава британской разведки обращает внимание, что Сирия и Иран вряд ли придут на помощь Хизбалле, поскольку у них есть более серьезные проблемы. На этом основании Сойерс считает, что сейчас началась последняя глава так называемой «Оси сопротивления Израилю». Однако американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщает, что Иран готовит удар по Израилю баллистическими ракетами. Атака может начаться в течение нескольких часов. В администрации президента США заявили, что американские военные сделают все возможное, чтобы защитить Израиль. По словам собеседников телеканала, прямая атака Ирана на Израиль будет иметь серьезные последствия для Тегерана. В результате ударов израильской авиации по Ливану погиб глава подразделения террористической организации Хамас в этой стране Фатх Шариф Абу-Аль-Амин. Примечательно, что убитый командир террористов был председателем Ассоциации учителей БАПОР, агентства ООН по помощи палестинским беженцам. Германия – один из важнейших доноров этого агентства. В прошлом году Берлин выделил 200 миллионов евро на финансирование деятельности БАПОР. В январе этого года власти Израиля представили доказательства того, что около 10 сотрудников БАПОР проникли на территорию Израиля 7 октября и принимали участие в убийствах и пытках израильтян. В ООН тогда заявили, что были не в курсе связей своих сотрудников с террористами Хамас, а многие западные страны, в том числе и Германия, прекратили давать деньги БАПОР. Однако вскоре немецкие власти возобновили финансирование агентства. Вот так информацию об очередном террористе в своих рядах прокомментировал глава БАПОР Филипп Лазарини. Сотрудник, о котором вы говорите, это сотрудник, в отношении которого мы впервые услышали обвинения в марте. И агентство, поскольку мы считали, что у нас есть обоснованные подозрения, немедленно приняло решение отстранить соответствующего сотрудника. И он находился под следствием. Он был отстранен, не выполнял никаких функций, не получал зарплату и находился под следствием. Мы по-прежнему являемся агентством, соблюдающим и уважающим надлежащие процедуры, уважающим принцип верховенства закона. И расследование все еще продолжается. В секторе ГАЗа была убита исполнительный директор американской благотворительной организации Hill Palestine, Ислам Хиджази. Агентство Reuters сообщает, что Хиджази убили боевики Хамас на территории полевого госпиталя. Они расстреляли его машину из автоматов за отказ передать им гуманитарную помощь. У Хиджази остались двое маленьких детей. Глава МИД Германии Аналина Бербак поддержала участие немецких военных в миротворческой миссии в секторе ГАЗа. С одной стороны, чтобы гарантировать, что террор против Израиля никогда больше, по ее словам, не будет исходить из сектора ГАЗа. С другой стороны, чтобы обеспечить безопасную жизнь палестинцев в своем государстве, заявила министр журналу Штерн. Также, по словам Бербак, мы всегда должны помнить, что другие страны сделали для нас после Второй мировой войны. По словам министра, военные других стран своим присутствием в Германии гарантировали, что война никогда больше не возникнет на немецкой земле. Напомню, накануне Бербак осудила убийство главы Избалы Хасана Насралы израильскими военными. По мнению немецкого министра, ликвидация лидера террористов дестабилизировала обстановку в Ливане. Высказывания Бербак осудили не только представители оппозиции, но даже партнеры по коалиции и коллеги по партии. Российские войска захватили большую часть угледара, важного укрепрайона ВСУ в Донецкой области. Подразделения армии России не могли войти в город больше двух лет. По информации украинского ресурса Дипстейт, который занимается мониторингом обстановки на фронте, россияне контролируют большую часть города. Подразделения ВСУ остались только на севере. В телеграм-каналах появляются видео, как российские военные устанавливают флаги России в разных районах города. Британская газета «Телеграф» пишет, что в окружении могли оказаться сотни украинских военных. По данным издания, пути отступления из города отрезаны, а припасы уже на исходе. Однако военный аналитик Ян Матвеев считает, что подразделения ВСУ сумели покинуть город ночью под покровом темноты. Российская армия неоднократно пыталась взять угледар штурмом, однако все попытки заканчивались разгромом наступающих российских частей. За два с половиной года ожесточенных боев угледар, в котором до полномасштабного вторжения России проживали 15 тысяч человек, превратился в руины. По официальным данным Украины, в городе осталось только 107 человек из числа местных жителей. Журналисты британской газеты Financial Times поговорили с несколькими украинскими чиновниками о результатах поездки Владимира Зеленского в США. По их словам, Киев смягчил позицию по вопросам переговоров о прекращении огня по текущей линии фронта. И обсуждались в том числе варианты земля в обмен на безопасность. Однако в украинском МИДе уже опровергли это утверждение газеты. Также в разговоре с журналистами западный чиновник, осведомленный о переговорах Зеленского в Вашингтоне, сказал, что есть предварительные признаки того, что Байден может согласиться на повышение статуса заявки Украины на членство в НАТО до того, как он покинет свой пост в январе 2025 года. Тем временем в Украине прошла общенациональная минута молчания. 1 октября в стране отмечается День защитников страны. Акция проходит уже второй год подряд после начала полномасштабной войны с Россией. В крупных городах Украины на 10 минут остановили движение транспорта, чтобы почтить память военных, отдавших жизнь за свою страну. В Киеве после минуты молчания прозвучал гимн Украины. Российские войска наносили удары по украинским городам весь сентябрь. Каждый день месяца были обстрелы беспилотниками, ракетами и артиллерией. Россияне продолжили наносить удары и в октябре. В результате удара по продуктовому рынку в центре Херсона погибли 6 человек. В Запорожье российская авиация сбросила авиабомбы на жилую многоэтажку. По информации главы областной военной администрации Ивана Федорова, погиб один, ранения получили 21 человек. В то же самое время на Аляске российский истребитель чуть не врезался в американский. Инцидент произошел в небе над Аляской. Американский самолет F-16 следовал за российским бомбардировщиком, когда в опасной близости от него пролетел российский истребитель Су-35. Видеопроисшествие опубликовало командование Воздушно-космической обороны Северной Америки, НОРАД. В ведомстве заявили следующее. Поведение российского Су-35 было опасным, непрофессиональным и подвергало опасности всех. Это не то, что можно увидеть в профессиональных ВВС. У НАТО появился новый генеральный секретарь. Им стал бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютта. Сегодня он официально сменил на этом посту Йенса Столтенберга, которого возглавлял Альянс 10 лет. Марк обладает прекрасным опытом, чтобы стать отличным генеральным секретарем. Он занимал пост премьер-министра в течение 14 лет, возглавлял 4 различных коалиционных правительства. Поэтому он знает, как находить компромиссы, создавать консенсус. И эти навыки очень высоко ценятся в НАТО. Поэтому, Марк, под вашим руководством НАТО будет в надежных руках. Издание Bloomberg сообщает, что у Рютта хорошее отношение с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Это может оказаться важным фактором в случае его возвращения в Белый дом. Я не волнуюсь. Я очень хорошо знаю обоих кандидатов. Я 4 года работал с Дональдом Трампом. Именно он заставлял нас тратить больше. И он добился своего. В настоящее время мы тратим на оборону гораздо больше, чем когда он вступил в должность в начале 2017 года. И я думаю, что он был прав. Конечно, у Камалы Харрис фантастический послужной список в качестве вице-президента. Она очень уважаемый лидер, так что я смогу работать с обоими, каков бы ни был исход выборов. И, конечно, я сам на них не могу голосовать, так что посмотрим, что произойдет. И сегодня в Японии выбрали нового премьер-министра. Японский парламент проголосовал за кандидатуру Сигэру Исибы, главы правящей либерально-демократической партии. На этом посту он сменит действующего премьера Фумио Кисиду, который отказался баллотироваться на фоне коррупционного скандала в партии. 67-летний Исиба смог стать главой правительства с пятой попытки. Ранее он четырежды проигрывал борьбу за номинацию на пост лидера партии. В Берлине растет агрессия на дорогах и число аварий. В связи с этим сенатор по вопросам дорожного движения Ута Бонде из партии ХДС запустила новую кампанию стоимостью 300 тысяч евро, главным героями которой стали монстры. Об этом пишет газета Berliner Zeitung. В городе разместят 690 рекламных счетов с монстрами, похожими на героев из телепрограммы «Улица Сезам». На вопрос, почему именно такие герои для баннеров были выбраны, Бонда ответила. Мы часто реагируем слишком иррационально и превращаем себя, образно говоря, в настоящих дорожных монстров. Сенатор подчеркнула, что начинать нужно с самых маленьких детей, чтобы они могли передать это взрослым. Журналисты также поинтересовались у Бонды о том, не принесут ли больше пользы камеры, контроля скорости или другие средства мониторинга дорожного движения, чем плакаты. Сенатор заявила, что нужно рассматривать оба варианта параллельно. А бюджет компании в 300 тысяч евро она прокомментировала так. Это большие деньги. Но что это по сравнению с одной спасенной человеческой жизнью? Российский миллиардер Алишер Усманов выиграл суд у немецкого государственного телеканала РД, который обвинил его в подкупе судей на Олимпиаде в Париже в этом году. В августе телеканал опубликовал несколько материалов, из которых следовало, что Усманов организовал тайную систему подкупа судей по фехтованию. Земельный суд в Гамбурге, который обычно ведет дела о клевете, встал на сторону бизнесмена и запретил РД распространить репортажи на эту тему. Несмотря на то, что зимой выпало много снега, ледники в Альпах потеряли 2,5% своего объема. Это всего за год. Ситуацию осложнил песок из пустыни Сахары, который ускоряет процесс таяния. В итоге ледник Рона в кантоне Вале постепенно превращается в горное озеро. Ледники очень важны для водоснабжения. Они огромные водохранилища, которые дают нам воду, особенно в жаркие и сухие периоды, в периоды засухи, которых летом становится все больше и больше. Эту функцию ледники могут выполнять только если они есть. И уже сейчас мы видим, что несмотря на сильное таяние, они поставляют меньше воды в предгорье, потому что становится меньше. Другой фактор, на который влияет таяние ледников, это речное судоходство. Крупные европейские реки, такие как Рейн, используются для транспортировки товаров. Для Швейцарии это очень важно, поскольку мы находимся в глубине страны. Поэтому большая часть нашей продукции доставляется по рекам. И если в течение нескольких лет в реках будет очень мало воды, то судоходство может быть сокращено на длительный период. Изменение климата уже влияет на политику. Из-за таяния ледников Швейцария и Италия решили скорректировать границу. Дело в том, что большой участок границы между странами определяется линиями хребтов или водоразделами. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего вечера. Увидимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА